Всем привет! Сегодня пятница, а значит время обсудить самые яркие новости за эту неделю. Поехали! Друзья, а вы согласны с тем высказыванием, что наши коллеги, работающие в офисах, настоящие спасатели? Задумались? Тогда смотрим сюжет о том, как благодаря бдительности наших коллег клиент не стал жертвой мошенников. 13 октября в наше отделение обратился наш давний клиент Юрий Федорович. Ему 87 лет. Он пришел, чтобы получить пенсию. Он был сопровождающим, что нас насторожило. Сопровождающие вели себя агрессивно, требовали выдать все денежные средства вкладчика. Клиент явно плохо понимал происходящее, не мог ответить на вопросы, не смог расписаться в расходном кассовом ордере. К сожалению, такие случаи, как с Юрием Федоровичем, не единичны. В данной ситуации мы стараемся не поддаваться давлению и принять все необходимые усилия для поиска родственников. Звонок родственникам в СКОП подтвердили наши опасения. Они сказали, что не давали указания сопровождать своего дядю в банк для получения денежных средств. После инцидента племянница клиента лично обратилась в банк со словами благодарности. Друзья, я очень рад, что вы смотрите наш дайджест. А знаете, какие еще новостные каналы есть у Северо-Западного банка? Спросим у коллег. Я больше люблю смотреть фотографии, поэтому новости листаю на страничке в Инстаграме. А я подписана на новостную группу ВКонтакте. Здесь можно узнать о наших регионах, блоках. Также здесь можно узнать о достижении наших коллег, об их успехах. У Сбербанка есть несколько новостных каналов, и каждый может следить за новостями Сбербанка через ту социальную сеть, которой он пользуется. Моя любимая рубрика «О прекрасном». Театральная труппа Северо-Западного банка готовит для нас с вами очередной сюрприз. Эксклюзивный спойлер только для зрителей нашего дайджеста. Сегодня мы наконец-то открыли наш долгожданный третий сезон занятий. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы провести сводную репетицию спектакля нашего любимого «Солнечная скрипка». Это детский спектакль. Сезон мы открываем в ноябре, 6 ноября. Так, значит, море, так, горы и леса, где живут тролли. А ну-ка, покажите-ка тролли, а вы? Да легко. А мы так и репетировали, понимаешь? Называем героев не своими именами, но так и должно быть, дети-то не знают. В которых живут тролли. Друзья, перед тем, как попрощаться и пожелать вам хороших выходных, хочу пригласить всех вас на корпоративный субботник, который состоится завтра в Петергофе с 10 до 14.00. Кстати, на субботнике будет развернута полевая кухня. Приходите все с семьей, будет весело. Ну вот и все. Хороших выходных. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»